Разнообразие оружия в разных армиях, причем нередко малоэффективного, просто поражает. При этом его оригинальность порой граничилась с фантастической новизной, опережавшей свое время, или же наоборот, просто с пещерной примитивностью. Все это не зависело от страны или армии, на вооружении которой вот это оружие стояло. Таким творчеством, поверьте, баловались абсолютно все, но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Сегодня наш разговор о таком виде оружия, как миниатюрные или малые пехотные минометы. Ими предполагалось вооружить, ну, просто до зубов, буквально каждого бойца, превратив его, ну, если не в терминатора, то в универсального солдата, это уж точно. Итак, к делу. 37-мм миномет «Лопата» ВМ-37 образца 1939 года. История его создания проста, как сказка о рыбаке и рыбке. В 38-м году конструктор Дьяконов, учитывая мировой военный опыт, загорелся мыслью создать своеобразный гибрид бабочки и шимпанзея, а именно малой пехотной лопаты и малокалиберного миномета. Вы знаете, вот эта идея вооружить практически каждого бойца РКК своим личным минометом нашла крайне горячий отклик как среди военных, так и среди руководства наркомата вооружения СССР. Идея была заманчива еще и потому, что, ну, согласитесь, друзья, по сути, ничего нового изобретать-то было и не надо. Сами минометы, как вид оружия, давно уже стояли на вооружении всех армий мира. И все, что надо было сделать, так это уменьшить проект миномета до приемлемого минимума и адаптировать его к стрельбе с упором в малую пехотную лопату, которую, заметьте, имел каждый боец РКК. Вот так на свет божий и появился малый пехотный миномет ВМ-37. Уж не знаю, насколько это точно, но по некоторым данным говорят, это расшифровывалось как взводный миномет лопата, где цифра 37 естественно указывала на калибр миномета. Принцип работы ВМ-37 абсолютно идентичен принципу работы любого классического миномета, поэтому мы коснемся только его устройства. Миномет состоял из ствола, опорной плиты лопаты и сошки с пробкой. Труба ствола была наглухо соединена с казенником, а в нем запрессованный боек, на который и накалывался капсуль вышибного патрона мины. В силу своей крайней примитивности ремонт сломавшегося балька был технологически не предусмотрен. Хвостовая часть казенника заканчивалась шаровой пятой, служащей для шарнирного соединения ствола с опорной плитой, ну то есть самой лопатой. И конструктивно они были выполнены абсолютно неразъемными. В походном положении для соединения ствола с лопатой и его жесткой фиксацией на его казенной части было вращающееся кольцо. Далее сошка для опоры ствола в походном положении находилась в стволе и сдула закрывалась пробкой, а перед стрельбой боец соединял ее со стволом с помощью мощной пружинной лирки. На стволе лопаты, во избежание ожога рук бойца при частой стрельбе, а зимой еще и от холода, защищала брезентовая муфта. Ну вот, собственно, и все. Чем же стреляло это ужасающее оружие возмездие? Осколочными минами. У стрелка был специальный патронтаж на 15 мин, вот смотрите на фото. Где мина это обычный боеприпас и внешне, и конструктивно тождественны любой другой минометной мини. Весила на 500 грамм, для справки. Вес осколочной гранаты F1 600 грамм. Ну и в конце, друзья. Подобные гибриды редко соответствуют заявленной конструкторами эффективности. И вот это чудо военной инженерии, ни минометы, ни лопата, при первой же возможности был снят вначале с производства, а затем и с вооружения тоже. Из-за чего? Первое. Малая дальность стрельбы. Второе. Никудышняя поражающая способность мины. По статистике, почти 60% мин просто не попадали в цель. А зимой большая часть осколков застревала в снегу. Третье. Стрельба без прицела, то есть на глазок, требовала от наводчика очень большого опыта. Для тех, кто не в курсе. Находясь в рядах наступающей пехоты, боец-минометчик жил всего 2-3 боя. Да. Так что опыта он никак не успевал набраться. Вот шим себя беда-то. Но не все было так плачевно, поверьте. Миномет ВМ-37, вы не поверите, пользовался большой популярностью внимание, в десантных частях РКК, где и применялся до самого конца Отечественной войны. По архивным данным, на 22 июня 1941 года вот этих ни лопат, ни минометов было выпущено 16 тысяч штук. Ну а теперь, как обещал, краткий обзор мировой практики, касающейся малых минометных систем. Итак, двухдюймовый британский миномет, активно применявшийся еще в Первую мировую войну. Правда, тогда он стрелял над калиберными минами, и в 1919 году его сняли с производства. Однако уже в начале 30-х годов британцы вновь вернулись к идее малого пехотного миномета, так как в других странах он уже стоял на вооружении. Вот тогда они и разработали новый миномет, который применяли всю войну и очень долгое время после нее. Образцом для британского миномета стала испанская 50-мм модель. К ноябрю 1937 года сделали 10 минометов и 1600 мин. Испытали и приняли на вооружение с обозначением МК-2. К 1939 году в войска поступило около 500 минометов. Интересно, но этот миномет был без сошек, и наводчик просто держал его за ствол. Вначале на нем был полноценный прицел, но практика пограла, что все это лишнее, так как миномет в основном применяли во взводе и на передовой, где обученных минометчиков просто не было. Прицел сняли, а вместо него, внимание, на стволе нарисовали белую полосу. Наводчик направлял эту полосу на цель и держал ствол, а второй номер вел огонь. Вот и все. Англичане как тогда подумали? На малых дистанциях стрельба, даже такая примитивная, при большом количестве мин была вполне удовлетворительной и не стали заново выдумывать минометный велосипед. Вот так он сувойнуто родимый и протопал. Теперь миномет немецкий. 5-сантиметровый Ляхте Гранат Верфорд 36. То есть модель 36-го года фирмы Рейн Металл. Этот был посолиднее, чем наш и британский, и сделан по так называемой глухой схеме, где все элементы миномета монтировали на опорной плите. В вермахте полагался один миномет на пехотный взвод. Расчет – три человека. Командир, наводчик и помощник наводчика. Однако после боев в Европе расчет быстренько сократили до двух человек. Далее. В 1938 году немцы создают первый парашютно-десантные части. И немецкие десантники, как и наши тоже, охотно взяли его на вооружение из-за небольшого веса и размеров, а также малой массы и компактности боеприпасов. К 1939 году в войсках уже было 5914 минометов. В отличие от РКК, после анализа боевых действий в Польше и Франции, количество этих минометов в вермахте к началу войны с СССР было увеличено в разы. Так, например, с 1 сентября 1940 года и по 1 апреля 1941 года производство 50-мм минометов составило, внимание, 110% от запланированного, а производство мин к ним – 104%. Короче, на 1 апреля 1941 года в наличии уже было 14913 штук минометов и почти 32 миллиона мин к ним. Выпускать эти минометы прекратили только в 1943 году, а мины к ним, заметьте, выпускали до самого конца войны. Кстати, в РКК вот эти трофейные немецкие 50-мм минометы ставили на советские легкие танки и самоходные артиллерийские установки, участвующие в городских боях, из-за их очень высокой эффективности. Вот в чем дело. А осенью 1944 года специалисты Главного бронетанкового управления РКК, проанализировав боевой опыт, директивно рекомендовали продолжить использование трофейных 50-мм минометов в бронетанковых частях РКК, участвующих в городских боях. Ну и наконец, японский миномет и заканчиваем. Японский гранатомет-миномет Тип-89 был разработан в 1929 году для замены 50-мм гранатомета Тип-10, а массовый поступать на вооружение он начал с 1936 года. Он имел простую конструкцию и как наш миномет-лопата, и как британский. Регулировка дальности стрельбы производилась с изменением положения, до которого опускалась в ствол граната. Для выстрела требовалось спустить предварительно заведенный ударный механизм. Гранатомет-миномет обеспечивал выстрел универсальной гранатой Тип-10 весом 530 грамм на расстояние чуть больше 190 метров. Прицела никакого не было и эффективность тоже достигалась количеством выпущенных мин и гранат в единицу времени. Но надо признать, что массовость этого оружия была какой-то феноменальной. Общее количество выпущенных минометов, вдумайтесь, 120 тысяч штук против 16 тысяч у нас. В существенном отличии от гранатомета Тип-10 стало нарезной ствол и новый боеприпас к нему, и это мина граната Тип-89, что подняло мощность и убойную силу боеприпаса, а дальность огна увеличилась почти до 700 метров. Однако до конца войны наиболее массовым боеприпасом все же была универсальная граната, благодаря ее простоте и технологичности. Согласно полевому уставу 1938 года, японская пикотная дивизия могла сосредоточить на одном километре фронта 57 таких вот гранатометов, минометов. Но даже при наличии такого огромного количества к началу 40-го года огневая мощь пехотной японской дивизии безнадежно отставала от пехотных дивизий промышленно развитых европейских стран. Я уже не говорю о такой стране, как Соединенные Штаты Америки. Ну и естественно в заключении. Количество видов такого миниатюрного оружия во всем мире довольно обширно. Я рассказал только о некоторых из них. Причина проста. Принцип действия всего этого чуда оружия одинаков, и нет смысла тратить ваше драгоценное время, ибо все они в той или иной степени похожи друг на друга. Разная у них только судьба. Спасибо. Продолжение следует...